Болгарская народная сказка Сорок братьев и одна сестрица Жил на свете царь Правил справедливо, народ его любил Было у этого царя сорок сыновей и дочь Все дети красивые, умные Только на долю дочери несчастье выпало Родилась она незрячей Девушка была добрая, хороша собой Отца любила и братьев Часто прогуливалась она по владениям батюшки А владения эти обширны были Сад царский, леса, поля А в саду было у девушки одно место любимое, где отдыхала часто Возле одной яблоньки бежал ручеек Вот там-то дочь царская и любила время проводить А про ту яблоньку в народе говорили Что необычная она А каким-то волшебством обладает Но никто этого не проверял Царь был уже не молод И вот он тяжело заболел Пришли к нему все его сорок сыновей Царь им и говорит Дети, я скоро вас покину навсегда И хочу я вам сказать Чтобы правили вы царством справедливо Народ не обижали И друг друга Еще прошу вас принести мне глоток воды Из того ручейка Что под яблоней волшебной течет Вышли все сорок сыновей из дворца Оседлал каждый своего коня И умчались подальше от родного дома Сестра только и успела крикнуть догонку Куда же вы, братья? Наследство делить! Земли отцовские! Ответили братья Расстроилась сестрица Пришла к постели отца И рассказала, что уехали братья Тогда царь проклял сыновей своих И обрел их всю оставшуюся жизнь Провести в обличии кротов В ту же секунду Превратились все сорок сыновей в кротов И исчезли под землей Незрячая девушка долго оплакивала Отца и братьев Однажды решила она отправиться на их поиски Пошла девушка прямо по дороге Прошла все царство Все искала, дозвала братьев Но никто из них на ее призыв не вышел Тогда вернулась девушка в царский сад Пошла в любимое свое место К ручейку под яблонькой Сидит и грустит Вдруг слышит чей-то тоненький голосок Девушка Хочешь, помогу тебе твоих братьев найти? Сказала ящерка, которая у ручейка сидела Да, помоги, пожалуйста Отозвалась царская дочь Я знаю, что они находятся в подземном царстве Их там держит заперти злая старуха Ты можешь им помочь Для этого собери все плоды, которые есть на твоей волшебной яблоне И отправляйся в подземное царство А вход в него ты найдешь на обратной стороне царского двора Там есть высохший колодец Спустись на его дно А там руку вперед протяни Будет перед тобой дверь Девушка все сделала так Как посоветовала ей ящерка Собрала она все плоды с яблони Потом отправилась на обратную сторону двора Нашла там высохший колодец Спустилась на дно Протянула руку вперед И нащупала дверь Вошла в нее И оказалась в коридоре длинном Который все вниз И вниз уходил Долго шла девушка Ни одна неделя прошла Устала она сильно Проголодалась Ну вот услышала она голоса Шагнула вперед И оказалась в подземном царстве Ты что здесь делаешь Братьев наверное ищешь Обратилась к девушке старуха Да Вы знаете где они? Знаю конечно Я их сама охраняю Сидят твои братья В обличии кротов в клетках Иногда кормлю их Пожалуйста Дайте мне возможность Поговорить с ними Да угасить их яблочками С отцовского двора Хорошо Иди за мной Ответила старуха И повела девушку к клеткам Братья хоть и были кротами Но все-таки узнали свою сестру И заметались по своим клеткам Девушка подошла к каждой И протянула яблоко К каждому брату Их оказалось как раз сорок Как только каждый из кротов Проглотили первый кусок яблока Вернулся его прежний облик человеческий А один из братьев поделился яблоком с сестрой И случилось чудо Девушка стала видеть Тогда старуха выпустила братьев из клеток Дружно обнялись они Покаялись в своем грехе И повела их сестра прочь Из подземного царства Долго шли сорок братьев и сестра Устали Проголодались Но вот уже и выход виден Вышли царские дети Из засохшего колодца А тут уже и народ их встречает Все радуются Покаялись братья и перед народом своим И пообещали жить по чести По совести Править мудро И наследство отцовское не делить Продолжение следует...